Привет всем! Сегодня вторая часть по переделке макета массогабаритного автоматического пистолета Стечкина в СХП. И сейчас попробую снять вот этот распиленный ствол. Благо мне один из зрителей, мой хроматый Сторский, спасибо ему за это, сбросил ссылочку на руководство по ремонту и уходу за этим пистолетом, еще в советское издание в электронном виде. И там оказалась глава, как можно снять ствол. Я не планировал так быстро выпускать это видео, но решил попробовать. И в принципе завершающий этап, наверное, попробую показать вам. Вот здесь уже даже немного шпилька сдвинулась. Начал я буквально пару ударов гвоздем сделал. Обычно это делается выколоткой и специально есть насадка, там латунные или бронзовые идут насадочки в комплекте в самом пистолете. Но обычно в ремонтной мастерской они так не выдаются самим офицерам. И есть специальные элементы, которые позволяют ствол практически в ремонтной мастерской самой части ствол снять, даже когда там дуется ствол и так далее. Он там отпиливается, выпрессовывается, запрессовывается. Ствол, оказывается, он вставляется с задней стороны, с казенной части, грубо говоря, в рамку. Вот здесь у него утолщение, поэтому придется мне ствол снять и рисовать новую схему для токаря, потому что ствол вставляется с обратной стороны. Ну, она видно, что здесь более толще, чем в этой части. Под горкой сделано, и здесь вот крепление в самой рамке получается. Ну что, не буду долго говорить, пробуем. Гвоздь сюда дальше, наверное, не пройдет, надо что-то тоньше, поэтому возьму вот пока с резьбой. Да, ствол выпрессовывается вот сюда ударами, киянки там или молотка специально, или через проставку. Но так как здесь жалеть нечего, то попробую вот этим молотком. Если не поможет, то придется усиленный молоток использовать. Ну, подложим разве что деревяшечку. Все, пробую пока выбивать дальше пин, даже на весу. Ну, вроде он поддается нормально. Вот, понемножку идет. Что-то другое. Выбил шпильку, не особо большая. Мы ее, наверное, сохраним. Ее можно будет поставить обратно. Штука каленая, просто ее надо будет раскирнить потом, поставить назад немножко на свале здесь. Засверливается она для нового ствола, когда он ставится, запрессовывается. Так, ну что, попробуем. Все, он пошел сразу. Особо ничего такого. Я, конечно, вандальными методами действую. Бью прямо по срезу ствола, а мне нужно будет этот срез потом скопировать. Но особо тут жалеть нечего. Давайте попробуем через деревяшку все равно. Так неудобно. Да, все, он пошел уже. Вот и все. Вот и все. Снялся у нас ствол. Благо здесь просто пропилено, а не наварено. Иначе пришлось бы расколупать всю эту сварку, разрезать, портить рамку. А так теперь можно рамку даже сверху красивенько заварить, немножко наварить, зашлифовать. Ну и, как я говорил, здесь вот в этом месте еще есть небольшой пропил. И оба тоже сюда немножко сварки капнуть и зашлифовать. Хотя для СХП, думаю, будет не критично. Оставить это для органов, чтобы не было вопросов эту штуку. Так, еще смотрим. Отверстие вот это надо заварить, зашлифовать. Ну, внутреннее дело такое, оно влиять для СХП сильно не будет. Сам ствол смотрим. Это металл. Вот видно внизу немножко проточка, в которую шпилька держала его. Ну и, как я говорил, ствол просверлен сверху и снизу у него выходила шпилька, которая, перемычка эта, стояла. Вот у нас окончание подъема горки, вход в патронник. Небольшой пропил для выбрасывателя. Ну, такой вот остался ствол. Все, ствол снят. Теперь можно снять размеры самого ствола и отдавать токарю. Мне вот эта вот штука нравится, что так можно сделать. То есть, можно здесь немного играться еще. То есть, сделать его чуть длиннее и будет пространство, где подпиливать все это дело. Ну, Сечкин просто был гениальный конструктор. На самом деле, сказать просто, просто больше нечем. Обалденная штука. На этом все. Спасибо за внимание. Роматестовский еще раз спасибо за наводочку. Это было второе видео по модификации АПС. Подписывайтесь, ставьте пальцы. Всем удачи. Пока. Счастливо.